Народ, всем привет! Сегодня у меня на обзоре игровой микрофон Fifine AmpliGame A8. Но, прежде чем мы начнем, хочу вам сказать, что данный микрофон можно выиграть в моем телеграм-канале абсолютно бесплатно. Все, что вам нужно сделать, это просто подписаться на мой телеграм-канал и в закрепленном сообщении нажать на кнопочку участвовать. Более подробная информация будет в описании к этому ролику. Ну а я вам всем советую не тянуть и прямо сейчас перейти по ссылке и подписаться на мой канал, так как все последующие розыгрыши, скорее всего, будут проходить именно там. Ну просто потому, что мой телеграм-канал тоже нужно как-то прокачивать. Поэтому у каждого из вас есть сейчас отличная возможность выигрывать там классные подарки. Как видите, друзья, все стараюсь делать ради вас. Ну а сейчас погнали к обзору. Перед вами, друзья, сейчас представлены два товара от компании Fifine. Первая коробка это микрофон AmpliGame A8, а вторая универсальная стойка для микрофона BM63. По комплектации микрофона мы тут получаем инструкцию, в которой сказано, как настроить микрофон в разных операционных системах. Далее у нас идет непосредственно сам микрофон с довольно неплохой штатной стойкой. Есть поп-фильтр из металлической сеточки, который можно при необходимости быстро установить или убрать. Также сюда входит кабель с USB-C на USB-A. Правда, почему-то черного цвета. А было бы прикольно, если бы компании не ленились и вкладывали провода в цвет микрофона. А то белый микрофон и черный провод, ну смотрится как-то не очень. Еще также в комплекте идет у нас специальный адаптер для установки микрофона на подвесную стойку. Как его установить мы тоже рассмотрим в этом видео. Ну а в комплектацию так называемого пантографа входит сама стойка, зажим для стола, держатели для проводов в виде лент с липучками и небольшая документация. Теперь что касаемо микрофона. Он выполнен в довольно интересном игровом решении и выпускается в четырех цветах. Черный, белый, розовый и чуть позже появился еще синий. Микрофон, а также его стандартная стойка выполнена полностью из пластика. Однако по ощущениям нижняя часть довольно тяжелая. Видимо внутри там зафиксирован какой-то металлический диск для того, чтобы микрофон был более устойчивый на столе. У микрофона имеется довольно красивая RGB подсветка, которую можно настроить полностью под себя. Для этого на задней стороне микрофона расположена сенсорная кнопка. Чуть ниже от нее есть регулятор громкости микрофона. Ну а сверху имеется еще одна сенсорная кнопка, которая позволяет быстро выключить либо включить звук микрофона. Это особенно актуально во время стримов. В нижней части на микрофоне имеется разъем питания USB-C и разъем под наушники 3,5 мм. Из полезного в комплектацию с микрофоном помимо стойки идет еще так называемая амортизирующая система Паук, которая предотвращает посторонние шумы от рабочего места. Теперь давайте поговорим по поводу стойки, которая продается отдельно. Если сравнить ее с моей прошлой стойкой, хочу сказать, что она выполнена более надежно и из какого-то более крепкого металла. Потому что моя прошлая стойка была какая-то очень простая, как от обычной настольной лампы. На каждом изгибе там были некие пружины и специальные зажимы. Тут же, как видите, никаких зажимов или пружин нет. Вы просто вытягиваете стойку столько, насколько вам нужно и при этом она не отпускается. Ну а максимальная нагрузка на данный кронштейн составляет 2 кг. Единственные зажимы, которые тут есть, это место для установки стойки на столе и место для крепления микрофона. Кстати, сам микрофон установить на данную стойку совсем не сложно. Для этого сначала понадобится открутить штатную. Далее нужно будет подобрать необходимую резьбу и закрутить микрофон по часовой стрелке. После этого можно спокойно начинать пользоваться микрофоном, но уже на новой стойке. А, и да, кстати, чуть не забыл. Чтобы провода не мешались и были аккуратно спрятаны, их можно зафиксировать специальными липучками. Я так начинал делать еще до того, как различные бренды начинали вкладывать эти липучки в комплекте с микрофоном, либо со стойками. Это действительно очень удобно. Теперь давайте снова вернемся к микрофону Fifane AmpliGame A8. Значит, это у нас конденсаторный микрофон кардиоидного типа. То есть, звук у вас будет однонаправленный только в этой части. Такой тип микрофонов позволяет убрать посторонние звуки во время записи или ведения стрима. Ну и в качестве демонстрации давайте сейчас послушаем, как записывает данный микрофон. Так, ну а сейчас, ребятушки, я подключил данный микрофон непосредственно к компьютеру, чтобы вы оценили качество звука, насколько меня сейчас будет хорошо слышно, насколько будет слышно работу компьютера, потому что работает он очень шумно. Там стоит только 5 кулеров на обдув, плюс работает видеокарта, блок питания, кулер на процессоре. И все это создает такие посторонние шумы, которые мало кому могут быть нужны. Я же вам сейчас сразу хочу сказать то, что никаких улучшалок или увеличения громкости в своих тестах с микрофонами я никогда не применяю, потому что, ну понятно, там где я снимаю на петличку, там как бы я все задействую. В таких тестах я убираю музыку, убираю все улучшения, чтобы вы оценили стоковое звучание микрофона. Сейчас, друзья, я предлагаю сделать некие регулировки, чтобы вы посмотрели, как будет меняться уровень громкости, качество звука. Ну и тут делайте уже выводы, как говорится, в комментариях. Микрофон у меня сейчас стоит на расстоянии где-то 15 сантиметров. Давайте попробуем отодвинуть его подальше. Значит, вот так вот у нас будет меняться громкость. Я говорю обычным, стандартным своим голосом, без, так скажем, криков каких-то оров, потому что я, ну как обычно говорю в жизни, вот так вот. Не сильно тихо, не сильно громко. Если пододвинем микрофон ко рту, то будет слышно вот так вот. Попробуем снять сеточку, послушаем, как будет меняться громкость. Я без сеточки микрофон данный не использовал, поэтому мне тоже будет интересно послушать. Ну, собственно, вот такое вот у нас качество звука. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Давайте вернем сеточку обратно и послушаем микрофон, если будем его вертеть по часовой стрелке. Значит, давайте, ну давайте, наверное, так же. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Вот так вот мы его отвернули полностью от себя. То есть сейчас вот эта часть направления звука, она направлена уже как бы на вас. Давайте еще повернем дальше. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Вот так вот у нас меняется громкость. Разворачиваем еще раз обратно, потому что у нас перекрутился кабель. Все, вернули обратно. Выключаем звук. Включаем звук обратно. Звук у нас появился. Что мы можем еще сделать? Мы можем отрегулировать громкость. На самом микрофоне вот у меня сейчас стоит максимальная. Давайте попробуем сделать минимальную. Давайте попробуем увеличить. И сейчас увеличили громкость уже на максимальную. Здесь вы можете тоже определиться, какая вам больше подходит. Может быть поставите серединку и уже на компьютере будете улучшать за счет усиления громкости. Так, ну и что еще у нас тут остается? Вот так вот это все слышно по бокам сзади. Тут уже тоже слушайте, оценивайте. И мы можем еще поменять подсветочку. Давайте вот так вот сделаем. Подсветок много. Разные расцветки, переливы и так далее. Но вот мне нравится такая вот. Сейчас вам покажу. Вот. Мне она больше всех понравилась. Вот. Ну тут все индивидуально, конечно же. Ну что, народ. Вот так вот у меня сегодня был на обзоре игровой микрофон от компании FIFINE. Как по мне, так данная модель оснащена достаточно нужным функционалом и дает хорошее качество звука. Ну а что думаете вы? Напишите об этом в комментариях. На сегодня у меня все. С вами был как всегда Колян. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на мой канал, кто до сих пор еще не подписан. А, да, кстати, не забудьте про мой розыгрыш в телеграм-канале. Всем вам желаю удачи. Всем пока-пока.